Чисто там, где не ссорят. Многие строительные организации и частные лица об этом правиле забывают и перекладывают ответственность за собственный мусор на плечи городских властей. Горы строительных и промышленных отходов, вываленные под покровом темноты, создают несанкционированные свалки, портят внешний вид города и наносят ущерб муниципальному бюджету. Привлечь к ответственности водителей КАМАЗов непросто, а тех, кто за ними стоит, еще сложнее. В прошлом году было установлено более 60 фактов несанкционированного сброса мусора. Однако, как правило, владельцы автотранспорта, на котором перевозят отходы, – частные лица. Для них штраф не более 2000 рублей. За нанесение ущерба экологии взыскиваются более крупные штрафы. В суде сейчас рассматриваются четыре подобных иска. Здесь к общему делу чистоты в городе подключается природоохранная прокуратура и Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Городские власти делают особый акцент именно на взаимодействии ведомств всех уровней. По результатам этого совещания мы договорились отработать более подробный алгоритм взаимодействия. Это уже случится в ближайшие две недели. Для того, чтобы с началом весеннего и летнего сезона, когда эта проблема традиционно обостряется, нам уже быть во всеоружии, и чтобы результаты этого года были заметны. Более оптимистично складывается ситуация с частным сектором. Строительство новых контейнерных площадок, камеры видеонаблюдения и постоянные рейды дали свои результаты. Решить наболевший вопрос удалось практически на 100%. С целью предотвращения образования несанкционированных свалок в районах индивидуальной застройки, а также организации централизованного сбора и вывоза и удаления отходов с территории частного жилого фонда в рамках бюджетного финансирования установлено на сегодняшний день всего 260 площадок, в том числе 190 бункерных и 70 контейнеров. В борьбе с несанкционированными свалками в лидерах оказался Кировский район Самары. Его руководство разработало собственные меры борьбы – задержание машин на месте сброса мусора и их конфискация до полного устранения нарушения. Решить проблему по городу в целом невозможно без активного участия самих горожан. Узнать, как реагировать на то или иное нарушение и куда обращаться, можно на федеральном сайте активныйгражданин.рф. А муниципальные власти ждут от горожан фото и видеосигналы о сбросе отходов, которые могли бы послужить доказательством нарушений в суде. Анастасия Зубарева, Алексей Золотенков, События.